С началом Украины-Российской войны огромное количество людей разных профессий хлынуло из России в разные страны, в том числе постсоветские, такие как Армения. CivilNet пообщался с психологами из России и Армении, чтобы понять, какая разница между подходами, отношением к профессии и общей эрудиции населения. Юрий Дмитриев – практикующий психолог из России, где наряду с психологией он занимался и политическим активизмом. На данный момент основная часть его клиентов – это также переехавшие россияне. Местных армян Юрий не консультирует. Потому что, опять же, это разница языка, это некий языковой барьер, причем не просто вопросом изъясняться. Большинство армян в том или ином виде знают русский язык, могут на нем говорить, могут понимать, но это не тот уровень, на котором с человеком можно было бы обсуждать какие-то такие более тонкие материи зачастую. Юрий говорит, что у него не возникла необходимость детально влиться в местную научную среду, так как сейчас при наличии интернета и возможности посещать конференции онлайн он не ощущает себя от нее оторванным. И тем не менее, у него есть контакты некоторых армянских психологов и психотерапевтов. Потому что, ну, есть, во-первых, как риск ошибки, так и риск, что я не пойму клиента, клиент не поймет меня. А в данном случае это очень-очень важно. Периодически попадаются клиенты, которые, ну, определенно ко мне не падают, и я должен их перенаправить к соответствующему специалисту. И поскольку я не могу там направить их, условно, к российскому специалисту, который находится в России, я, ну, соответственно, нашел специалистов здесь, за которых я могу отвечать. Так как Юрий не консультирует местных клиентов, он признался, что не может сравнить разницу запросов среди армян и россиян. Однако, поговорив с Аней Абрамян, которая переехала на историческую родину из любви к ней несколько лет назад и разговаривает на армянском, мы узнали следующее. По большей части могу такое сказать, что запрос больше про насилие, семейное в основном насилие, когда ко мне приходят. В Армении. В той же России очень много приходит, когда человек потерялся, он не знает, чем заниматься, как заниматься, куда идти. А вот в Армении, по большей части, это про депрессию, про непонимание вообще, как выйти из абьюзивных отношений, потому что в Армении это очень распространено. Они считают, что происходит это в основном потому, что Армения несколько отстает от России в плане психологического просвещения, где-то лет на 10-15. Возможно, поэтому в Армении трудно найти научное сообщество, которое работает с психологами. Однако она добавляет, что Армения восполняет свои упущения и за последние несколько лет наблюдается большой прогресс в этой сфере. Также считает и Арамов Сипян, психиатр-психотерапевт, основатель и директор Центра психического здоровья в Ереване МАЧС. Если вначале люди не очень различали, кто такой психиатр, кто такой психолог, если они обращались в самых крайних случаях, то есть в тех случаях, когда чаще всего требовалось уже стационарное лечение, сейчас довольно высокий процент людей, которые обращаются заранее, как только появляются первые признаки каких-то проблем. И очень много людей, которые обращаются сознательно не по чьему-то совету, не по уговорам близких, а вот сами решают обратиться. Арам считает, что приезд большого количества россиян позитивно скажется на развитии психологии, так как они по большей части понимают лучше свой запрос и понимают, к какому именно специалисту им нужно обратиться, что может способствовать росту местных специалистов. Также в Центре уже есть два специалиста, приехавших из России, которые уже работают там. Обращалось по поводу работы гораздо больше человек, ну, около 10 человек. У нас определенные критерии отбора, но двое у нас уже работают. Я знаю также другие центры, в которых работают специалисты из России уже. Мы максимально пытаемся тоже их встроить в нашу деятельность. Однако Аня Абрамян призналась, что научное сообщество Армении, к примеру, в вузах, не готово принимать молодых специалистов так же открыто. У меня был неприятный опыт, когда я работала в вузе в Армении, тоже там вела тренинги, семинары, и было такое отношение от советских именно научных сотрудников, скажем так, не очень, что как-то вот свысока, как будто я не знаю, как будто я пришла занимать их место. Нет такого, что тебя поддерживают, помогают. В России этого нет, я бы сказала, по большей части. В основном они любят молодых сотрудников, в основном их принимают. И тем не менее, Аня не торопится уезжать. Она желает остаться и помогать Армении, а психология – один из способов помочь, считает она. Не хочу влезать в политику, но посмотрите, что происходит с нашей страной из-за того, что нет осознанного отношения к тому, что мы делаем. Потому что психология поднимает осознанность, рефлексию. Что такое рефлексия? Это анализ того, что я прошел, я учусь на этих ошибках. То, что показывает наша история, мы этого не делаем. Соответственно, психология – это первое вообще, что нужно развивать, это нужно давать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok